Всем привет! Сегодня я попытаюсь подробно ответить на такой вопрос, какие должны быть оптимальные размеры укореняемого черенка. На первый взгляд это не самый важный вопрос во всем процессе укоренения декоративных растений, но это не совсем так. Дело в том, что многие из подписчиков уже начали черенковать растения, пользуясь моим же советом сделать это как можно раньше, в конце зимы или в начале весны до начала сокодвижения. И присылает мне фото, видео, отчеты о проделанной работе. Это разумеется меня беспредельно радует, но иногда, подчеркиваю, иногда я замечаю грубейшую ошибку, а именно укореняемые черенки слишком большие. Я часто рассказывал о том, какие должны быть размеры укореняемых черенков практически в каждом видео по размножению растений, но видимо недостаточно сакцентировал внимание конкретно на этом вопросе. Вот поэтому решил сделать отдельное подробное видео на эту тему. Итак, совершенно естественно и свойственно человеку стараться получить результат своей деятельности как можно быстрее и чтобы этот результат был как можно лучше. И в этом стремлении люди порой совершают ошибки, которые ведут к обратным результатам. Ни для кого не секрет, что хвойные декоративные растения растут медленно. Во всяком случае, от момента высадки укорененного черенка до более-менее сформированного растения, имеющего меняемый внешний вид, проходят годы. Даже не один год. Ну вот такая это работа. Что поделать? И стремление ускорить этот процесс может привести к тому, что человек может, например, перестараться с химическими удобрениями и просто сжечь результаты своего многолетнего труда. Ну или если не сжечь, то сильно подпортить. Но речь сегодня не об удобрениях. Вернемся к черенкам. То есть, логика простая. Чем большего размера черенок я сейчас отправлю на укоренение, тем лучше будет результат. На выходе я получу не просто укорененный черенок размером 5-7 см, а уже полноценное растение, ну скажем, 25-30 см. Признаться честно, когда я начинал много лет назад, во время черенкования самшита, мне эта светлая мысль, в кавычках разумеется, пришла практически сразу. Я подумал, а что если взять крупные ветки от 30 до 50 см и проделать с ними то же самое. Ну то есть, корневин, бюджетный парник, все такое, посадить просто поглубже. И в результате я получу растение высотой 30-50 см. Но не придется ждать 3 года, пока растение вырастет до такого же размера из 8-сантиметрового черенка. Результаты моего эксперимента были следующие. Большие черенки, назовем их так, хотя это правильнее назвать было бы ветками, очень плохо укореняются. Если стандартные черенки самшита укореняются на 100%, то есть 10 из 10, ну в самом худшем случае это 9 из 10, то из 10 веток корни появились только на 3. И то, я еще раз подчеркну, что эксперимент проводил на самшите, который укореняется лучше всего, с чем я сталкивался. Но нужно отдать должное, это в принципе возможно, имеется ввиду укоренить ветку. И вот что происходит дальше. Наступает лет, корень на растении естественно небольшой, и он не пропорционален растению, а значит не может обеспечить растение достаточным количеством влаги и питательными веществами. И поэтому растение в течение лета может просто-напросто погибнуть от недостатка всего, только чего возможно. В это же время стандартные маленькие черенки высажены в грядки или в горшки и отлично себя чувствуют. Пропорционально развивается корень, пропорционально развивается надземная часть. Вернемся к укорененной ветке и пойдем по самому оптимистичному сценарию. Растение в течение лета не погибло, а просто сильно пострадало, но живое. Так вот, процесс восстановления растения займет несколько лет. В течение этого времени растение не будет давать никакого прироста, исключительно работая на наращивание корня. При этом надземная часть будет выглядеть все хуже и хуже. Складывается ощущение, что растение, как я выражаюсь, застряло между небом и землей. А в это время растения из стандартных черенков догнали и обогнали в размерах укорененные ветки. При этом внешний вид этих растений не идет ни в какое сравнение с экспериментальными. Тут как раз все понятно. Растения росли себе, не борясь за жизнь, правильно, пропорционально развиваясь. Это было вступление. Продолжим. Означает ли это, что черенки должны быть максимально небольшими? Тоже нет. Я, с вашего позволения, сделаю отступление от хвойных растений и приведу пример гибискуса. Как видите, черенки гибискуса я делаю довольно длинными и отправляю на укоренение. Но гибискус хорошо укореняется и дает очень хороший, мощный корневой объем. Впоследствии растений хорошо развивается и дает существенный прирост. Хвойные же растения растут медленнее, корень развивается медленнее. Соответственно, можно сделать вывод, черенок для укоренения хвойных должен быть пропорционален возможному будущему корню. Как по мне, это слишком сложное утверждение. Я всегда делаю следующим простым способом и вам этот способ рекомендую. Заранее извиняюсь за качество наглядного примера, очень сложно выискивать нужный материал в старых видео и часто он не такой детальный, как хотелось бы. Тем не менее, постараюсь максимально понятно рассказать. Из всей срезанной сматочных растений зеленой массы, назовем ее так, я выделяю ветки, которые прошлым летом давали молодой прирост. Их видно невооруженным глазом. Корастволиков у них не одеревеневшая или на начальной стадии одеревенения. Вот это и есть надземная часть черенка. Какой бы он ни был высоты, оставляем его весь. Под неодеревеневшей частью есть одеревеневшая часть. Я оставляю приблизительно 3 см одеревеневшей части, остальное срезаю. Эти 3 см одеревеневшей части и есть ножка черенка, которую я опудриваю укоренителем и помещаю в грунт. Естественно, ножку нужно очистить от хвои и вообще хвоя выше ножки не должна касаться грунта. Ну, про это я много рассказывал, что, как и почему, не будем отвлекаться. Именно из этой деревеневшей части появятся корни и никак иначе. Все предельно просто, как видите. Вот теперь внимание, пример номер 1. Туя. Как видите, черенки одного размера, на вскидку сантиметров 8. И пример номер 2. Кипарис Лейланда. Совсем другого размера черенки, явно сильно больше. Все дело в том, что у кипариса прирост гораздо больше и неодеревеневшая часть гораздо длиннее. Приходится делать черенки длиннее. А вот результат. Вот туя. Вот кипарис. Результат укоренения 100% и там, и там, или около того, это хороший результат. Продолжение следует... Продолжение следует...